Псориаза О специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». В развитии псориаза важное значение имеет наследственная предрасположенность в числе провоцирующих факторов, также психоэмоциональное напряжение и хронические инфекции. Нередко псориаз сочетается с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ишемией сердца. До 2012 года в Ульяновском областном кожно-венерологическом диспансере, именно там лечится основная масса пациентов с псориазом, использовали базисную терапию – это стероидные препараты, витаминная ипотерапия. В 2012 году в Кожвен-диспансере произошел настоящий инновационный прорыв. Больницы, одной из первых в Поволжье, стали применять биологически активную терапию. Наталья Михайловна, расскажите, что это такое и в чем преимущество данного лечения, данной терапии? Это новый метод терапии в лечении псориаза, представляющий собой введение инъекционных препаратов пациентам, позволяющих полностью избавить их от клинических проявлений при таком тяжелом заболевании, как псориаз. Они действуют практически моментально. То есть мы берем пациентов на препараты Хумира, Стеллара и Козентикс, вот на этих трех препаратах у нас пациенты находятся. После первой инъекции у них очищаются кожные покровы, удивлены пациенты, рады врачи, пациенты тоже очень рады. Видя такой эффект, конечно, они не хотят, чтобы когда-либо эта терапия у них остановилась. Это очень удобно в кратности применения. То есть препарат Козентикс, он раз в месяц пациент уколется, Стеллара раз в три месяца, Хумира раз в две недели. Все это время, пока пациенты принимают эту терапию, они находятся абсолютно свободные от высыпаний на кожных покровах. Их совершенно не беспокоит суставной синдром, улучшается качество их жизни. Они становятся уже активными членами нашего социума, полноценно трудятся, заводят семьи, рожают детей. Наш герой столкнулся с этой проблемой в 2003 году. Более 10 лет мужчина боролся с псориазом в медучреждениях областей и больницах других регионов. Но в 2014 ситуация в корне поменялась. Сначала кожный недуг проявлялся только внешне. Но спустя 8 лет с момента болезни псориаз начал поражать суставы Александра. За этот период я полежал в ЦГБ, в областной, в ОКВД два раза. Съездил в Москву. Но результата нет. И вот в 2014 году, в феврале, Наталья Михайловна Кроткова предложила мне такую терапию, как Хумира, препарат Хумира. У него очень много противопоказаний, конечно. Я почитал. С одной стороны, страшно. С другой стороны, деваться некуда. У нас существует критерий, по которому мы отбирали пациентов. Мы брали самые тяжелые формы. С непрерывно рецидивирующим течением. То есть обострение практически ежемесячно, либо вообще отсутствие ремиссии какой-либо. Пациенты многие не хотели жить. Они так и говорили. Они приходили на прием и говорили, Наталья Михайловна, я просто уже не хочу жить. Я не знаю, что мне делать. Что бы меня ни делали, куда бы меня ни возили, где бы меня ни лечили, эффекта от терапии у меня никакого нет. Кроме тяжести клинических проявлений, отсутствия терапии, конечно, мы обследуем таких пациентов. Потому что у данного вида терапии, как и у других видов терапии, есть свои противопоказания. И показания для того, чтобы ее назначать, есть определенные методы обследования. И мы их назначаем, строго отбирали. Я снова лег в ЦГБ, прошел все необходимые исследования, которые нужны. За две недели я собрал все анализы, все, что можно, все, что нельзя. В принципе, по данным анализов, противопоказаний нет. И в апреле 2014 года, 18-го, по-моему, апреля, мне сделали первую инъекцию. Какой результат? Результат я почувствовал буквально в течение пяти часов. То есть вернулось такое здоровое ощущение кожи, когда было тепло. То есть вернулось ощущение тепла, подвижности, эластичности суставов. Это только в течение пяти часов. Через сутки, через двое, шелушение. То есть сами признаки вот этой болезни, псориаза, они стали потихоньку исчезать. Вот. Суставы забвигались, скажем так. Через три дня я уже бегал по лестнице. То есть мог себе это позволить. Напрягался, конечно, но мог. А буквально через десять дней следов болезни вообще не осталось. Кожа чистая стала абсолютно. Вот. И вторую инъекцию мы делали через две недели. То есть вот после нее все я основан как бы обычный человек. Теперь два раза в месяц Александр Пузыраков ходит на инъекции. С его слов, процедуры, скорее всего, придется делать до конца жизни. Но он готов, лишь бы болезнь вновь не одержала верх. Субтитры создавал DimaTorzok